На канал Экзегет поступил следующий вопрос. Можно ли верить в Бога, не придерживаясь никакой религии? Ну, вопрос немножко парадоксальный, потому что само по себе слово «религия» означает связь с Богом. То есть, как можно верить в Бога, не имея с Ним никакой связи? Но в какой-то степени каждый психически нормальный человек имеет внутреннее инстинктивное стремление к высшему, к духовному, к надмирному. Кто-то называет вселенским разумом, кто-то по-своему представляет Бога и говорит, что не в Бог душе. Кто-то сам для себя Бог и думает, что все, что он говорит, думает, чувствует, это, наверное, истинно последние станции и так далее. Есть еще такая вера бесовская. Бесы ведь тоже веруют в Бога по-своему. Веруют, но трепещут, как сказали в начале Писания. То есть, они остаются бесами. Это их никак не меняет. Поэтому вера есть своя, в которой нет должности связи с Богом. Например, можно веровать в том, что есть какой-то прекрасный человек, какой-то принц или, не знаю, какой-то добрый друг, помощник, который во всем хорош, идеальный, имея силу, мне когда-то поможет и так далее. Может мечтать об этом человеке, выдумывать, представлять его себе. Но это фантом, это вымышленный образ. Это просто плод фантазии. В этом нет никакой реальности. То же самое можно думать о Боге. По-своему думать, что есть вот такой Бог, есть вот такие-то заповеди. Какие-то я заповеди принимаю, какие-то не принимаю, какие-то мне близки, какие-то я отвергаю и так далее. Но это вымышленное представление о Боге. Здесь нет его. Поэтому, если человек хочет идти к Богу, то надо начать от своей совести. Надо испытать свою совесть и понять, что я делаю не по совести. Если честно ответить на этот вопрос, то каждый человек начинает понимать, что сам он мало что-то может. И как бы он ни пытался себя изменить, у него ничего не получается. И в конце концов приходит к тому, что он духовно нездоров. Он хочет сделать добро, а делать зло. Он хочет простить, а он обижается. Он хочет быть добрым, а он испытывает гнев. Он хочет научиться любить, а вместо этого затаил в себе злобу. И сам тому не рад. Он, казалось бы, должен радоваться всему. Потому что в мире столько хорошего, доброго, а радости этой и нет, и не приходит. Человек чувствует себя одиноким, безрадостным и так далее. Если честно, анализировать самого себя, то мы начинаем понимать, что мы сами ничего не можем, что мы просто больны, духовно больны. А если человек почувствует себя больным, то он начинает искать себе врача. Если человек искренне начинает искать себе врача духовного, то рано или поздно он приходит ко Христу. Слава Богу, что мы живем в христианской стране, и все доступно, еще написание доступно, святые отцы доступны, есть хорошие священники, к которым можно обратиться, есть верующие, благочестивые люди, которые могут стать примером. И каждая душа по природе христианка. И человек, который живет по совести, рано или поздно будет приведен ко Христу, самим Богом. Господь даст такую именно христианскую, настоящую, живую, православную, правильную веру. А без Христа невозможно никакой религии. Без Христа невозможно никакой связи с Богом. Без Христа невозможно спасение. И Господь не говорит, я есть путь, истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Субтитры создавал DimaTorzok